всем привет меня зовут кать добро пожаловать на мой цветочный канал совсем недавно я делала видео распаковки по ссылочке с моими новыми растениями сегодня я тоже расскажу про новинки но те растения включать не буду прикреплю здесь ссылочку можно посмотреть отдельно а сегодня мы посмотрим растения которые еще мне пришли в марте начнем обзор новиночек новинка номер один это сингониум дезл кала мне кажется он очень похож на сингониум мил конфетти такая нежная у него зелень эти пятнышки шикарные макушку я себе взяла от кустика надеюсь быстро привыкнет к новому дому и будет меня радовать новиночка номер два очень желанная это у нас philodendron blizzard посмотрите какие шикарные у него не знаю сплэш какой шикарный у него сплэш листьях на вот эти вот пятнышки темно зеленые на светлым вот эти два листика раз и два это уже у меня вышли дома уже мои поэтому можно смело утверждать что все-таки philodendron у меня прижился думаю будет большой красивый дальше давайте посмотрим аллоказию озлание сейчас мы ее так поближе возьмем как она классно переливается таким каким-то медным цветом вот здесь у нее второй уже листик растет и очень много корешков очень много корешков очень здорово я рискнула продолжать с аллоказиями только когда подружилась с моей бомбина вначале у нас не никак не клеилась вот теперь могу дальше экспериментировать с этим видом теперь не страшно еще у меня эпипремном он обычный золотистый я выкупила с названием he color но это тот же самый сорт мне кажется немножко подмерз когда был на доставке поэтому я его черенканула и отдельно выращиваю чтобы не потерять этот сорт мне хочется его тоже выращивать на тотеме как я выращиваю свой marble queen чтобы тоже были огромные огромные листья но для этого конечно этому малышу надо немножко подрасти потом можно будет его сажать на тотем следующая новинка думаю можно ее считать тоже это манго я прорастила его из косточки если вам будет интересно расскажу как я это сделала вот такой вот милый кустик получается еще у меня тут singonium imperial white вот этот был листик с которыми я его купила немного да тут белого и первый домашний листик вышел полностью зеленый но я надеюсь что новенький листик который пойдет что он все-таки будет немножко с белыми пятнышками мы посмотрим все возможно следующие новинки давайте посмотрим на белом фоне надеюсь будет виднее это у меня philodendron мамой очень травмированный пришел после пересылки но некоторые листики уже у хозяйки были рваные видимо когда выходили новые листики неправильно раскрылись поэтому многие тут с дырочками но ничего вот первый домашний листик выходит я надеюсь что будет уже хороший красивый и мне надо будет подумать что с ним делать как его правильно посадить потому что я читала что мамой он так называемый кроула не клаймбо до клаймбо это те кто карабкаются вверх кроула те кто ползут по земле и цепляются корешками к земле поэтому мне надо будет как-то подумать чтобы посадить его в горизонтальное кашпо чтобы он рос как своей естественной среде не знаю можно ли грамотно это сделать когда он уже вот как сейчас растет вверх да вот корешки там но они не развитые но видно их практически над землей вот здесь пальчиком показала поэтому надо чтобы он как бы ложился по земле стелился по земле попробую может быть перри коренью макушку чтобы он все-таки рос как в природе следующий филодендрон меланохризум он как раз из той серии о которой я мечтала я думала я куплю какой-нибудь splendid не знаю какой то еще потому что я почему-то думала что меланохризум тяжеловат в выращивании не знаю посмотрим вот тоже от хозяина мне пришел с такими пятнышками от ухода да ну или может быть от каких-то физических повреждений ничего страшного в этом не вижу он тоже немножко подмерз мне кажется у меня время доставки поэтому один листик отгнил вот новый растет все хорошо это корешкам немножко помогаю здесь тоже я очень сильно помогаю корешкам да вот можно посмотреть куда ушел воздушный корень из этого пакетика в который я посадила корни так вот я всегда делаю и тут очень много штучки 4 корня вот один самый длинный в земле тут в грунте тоже корни хорошие просто я хочу посадить на тотем поэтому мне важно чтобы по максимуму корешки развелись поэтому сейчас тоже я тут помогаю чуть еще немножко окрепнет я его поставлю на тотем еще одна милая новиночка это сингониум яичница смотрите какая классная расцветочка такие шикарные желтые пятна я думаю что он потом будет более яркий насколько я понимаю сначала он выходит в оттенках зеленого а потом вот эти самые светлые пятнышки они желтеют много корешков сейчас найдем с вами вот какие сочные то шикарные корни конечно будем растить вот такое солнышко на полочке еще мне хотелось кобру заказала тоже мне кажется подмерзла немножко она у меня при доставке поэтому я ее хорошенечко так подстригла пытаюсь все узелочки переукоренить и вот от нижней части пошли вот такие вот стрелочки новые росточки поэтому явно растение такое у меня будет все хорошо но пока вид такой не лицеприятный ну еще две последние новиночки такие не очень чистые стаканчики с мухом прошу прощения вот здесь проращивается клубенечек алаказии фрайдек в оригадной очень я ее хотела никогда не пробовала проращивать алаказии из клубня мой первый опыт по моему успешный сидит у меня в тепличке стаканчики под крышечкой на коврике на теплом и с досветкой и рядом 2 растения это у нас тайское созвездие пока слабенькая такая монстрочка тоже поэтому стоит рядом с фрайдек вот в этом стаканчике под лампой и на теплом коврике надеюсь выживет и будет потом хорошим крупным растением спасибо что посмотрели до конца а какие у вас появились новинки это весной